Елена и Олег счастливая семейная пара, а еще несколько лет назад они и подумать не могли, что найдут друг друга, но были уверены, хотят стать родителями. Я сидела у психолога, жаловалась на то, что я такая прекрасная, но мужа у меня нет, вот, что я разведена, я одна, я хочу семью, я хочу детей. И психолог сказал, ты хочешь мужа или детей? Я говорю, ну хорошо бы то и другое. Он говорит, ну так с ребенком-то проблем нет, иди да усынови. И тут я как бы подумала, о, классно. На следующий день я пошла в опеку, и собственно вот, и вот через три месяца ребенок был дома уже. С первых же дней Елена начала вести дневник мамы, в котором рассказывала о всех трудностях и радостях жизни с маленьким Севой. Как журналиста она много времени проводила в интернете. Там они и познакомились с будущим мужем. Олег больше десяти лет работал волонтером в детском доме и сам готовился к усыновлению ребенка. Я как раз находился в процессе оформления документов на Адюху, нашего старшего ребенка, вот. И тут вот так вот получилось, что на его детке появился и папа, и баба. То есть, я Адюху знал. Я его был шефом в интернате, то есть, достаточно давно, то есть, и как бы так. Я самый первый детский. Олег рассказал нам, что в России немало мужчин обращается в службу опеки с целью усыновления детей. Так, в один день у Севой появился и папа, и старший брат, а через некоторое время родители усыновили Дашу, и у мальчишек появилась сестра. Дети много времени проводят вместе и чувствуют настоящую братскую ответственность друг за друга. Ну, когда они там подходят, говорят о Диме, я вот там кто-то ударил, ну, я иду, разбираюсь, там, больше так говорю, больше не деритесь, помиритесь, там, такое вот. За несколько лет у них накопилось немало приятных воспоминаний о времени, проведенном вместе. Меня впечатлило, что когда мы поехали всей семьёй к бабушке зимой, ну, у нас бабушки, они живут в разных городах. Мы поехали к первой бабушке, она живёт в набережных Челнах. Потом мы поехали ко второй бабушке, она живёт в Кирове. Это мама нашего папа, а которая живёт в набережных Челнах, это мама нашей мамы. А что было у бабушки? Почему так её запомнилось? Потому что там были ледяные горки, и я обрадовалась, что у меня столько бабушек. Несмотря на возраст, эти дети уже взрослые и ответственные, и даже самый младший сын Сева во всём помогает родителям и уже точно знает, кем хочет стать, когда вырастет. Поваром. А почему поваром? Потому что я уже решил. Хорошо готовишь? Да. А что ты готовишь? Ну, всякие патерлоды пока что. Сегодня Елена и Олег готовятся к усыновлению ещё двух девочек. Несмотря на стеснённые жилищные условия и явный недостаток времени, они уверены в том, что справятся с воспитанием пятерых детей. В интернете немало текстов, предостерегающих потенциальных усыновителей. Пишут о том, как тяжело жить с чужим ребёнком, как сложна процедура усыновления, как малы государственные дотации и многом другом. Сегодня вокруг усыновления детей развивается массовая дискуссия, направленная скорее против, чем за. Это было как-то очень удивительно, что я, несмотря на то, что я практически жила в интернете, я такой домосед, то есть у меня жизнь, интернет-жизнь была активная, а социальная как-то, ну, на работе вот только, да. И мне почему-то даже мысль в голову не пришла найти что-то почитать. То есть я зарегистрировалась на форумах, на усыновительских, уже когда мы с Олегом поженились, это уже было через полгода, больше чем полгода после того, как я усыновила ребёнка. И я очень этому рада, потому что я сейчас читаю то, что там пишут, я не знаю, наверное, я бы испугалась, вот, потому что у нас специфическое общение очень, как бы, сейчас-то я фильтрую, я понимаю, что зачем стоит, да, и почему так. Но тогда, в тот момент, наверное, меня бы это всё очень сильно напрягло, поэтому я, собственно, руководствовалась тем, что мне сказали в опеке. Вот мне дали список документов, я пошла, собрала. Мне дали там адрес базы детей, да, где ребёнка выбирать, я пошла, по базе выбрала. Всё, то есть общения на эту тему, каких-то поисков материалов у меня не было. И всё прошло совершенно спокойно, легко, без каких-то лишних проблем. С 2008 года Елена, как издатель и главный редактор, выпускает журнал о приёмных семьях «Родные люди», где даёт честные ответы на самые волнующие для всех родителей вопросы. В журнал попадают настоящие истории усыновлённых детей и их родителей. Ведь именно те, кто на своём опыте испытал это, имеют право давать советы другим. Сегодня журнал «Родные люди» активно расширяет географию своих подписчиков. Теперь организовали подписку в Республике Беларусь. Как вы думаете, будет ли в Беларуси пользоваться популярностью журнал для приёмных родителей? Вы знаете, наш журнал пользуется популярностью не только у приёмных родителей, но и просто у родителей. Достаточно много наших знакомых, которые не планируют приёмного ребёнка вообще ни в каком виде. Это люди разного возраста. Наверное, самый горячий поклонник нашего журнала вообще моя мама, которая статьи оттуда вообще читает, чуть ли не наизусть учит и перечитывает, и сопереживает всем героям и так далее. То есть это очень разные люди, которые его читают. И хотя мы изначально его планировали только для родителей, в итоге вышло так, что он намного на более широкую аудиторию, намного более широкую аудиторию не интересен. У нас дети читают журнал, на самом деле. У нас Дашка очень любит там почитать. Это девушка с мозгами, она и проблемные, и психологические тексты читает, спрашивает там что-то. Поэтому я думаю, что он будет интересен, потому что мы всё-таки большое внимание уделяем именно какой-то личностной, очень такой интимной части. И у нас это всё всегда очень тактично изложено, всегда без... И это реальная история. То есть в нашем журнале нет ни одной строчки, которую мы взяли бы и придумали. У нас все люди, которые там заявлены как родители, это настоящие действующие родители. Хотя, ну поверьте, я за три года столько наслушалась, что я могла сама их писать по 20 штук в день разных. Но тем не менее, вот эта вот настоящесть, она чувствуется. И, конечно, такой журнал нужен. Более того, могу сказать, что аналога этому журналу, в общем-то, нет ни в России, ни в мире. Именно семейный журнал для приёмных родителей – это совершенно уникальная наша придумка. Поэтому, конечно, я думаю, что как минимум он полезен людям, которые профессионально занимаются приёмным родительством. Я знаю, что у вас есть большие приёмные семьи, есть люди, которые... Ну, в любом случае, есть приёмные родительства в Беларуси. И есть какие-то структуры, есть там те же органы опеки, условно говоря. Журнал «Полезнь» и специалистам тоже. У нас сейчас, когда открылась подписка, она и на Беларуси, и на Россию открылась одновременно год назад, у нас среди подписчиков через Роспечать у нас в основном подписываются органы опеки, детские дома. Вот в основном вот такие структуры. Поэтому и они там очень много находят всего. Так что, конечно... Можно сказать, что скоро у вас в журнале появится история белорусских семей? Мы были бы этому очень рады. Я думаю, что и украинские, и белорусские истории, потому что на Украине тоже у нас есть подписка, мы их очень как-то приветствуем. Хотелось бы эту тему даже как-то разработать более подробно, но пока ресурса не хватает человеческого чисто, потому что много усилий это всё требует. Но я думаю, что мы к этому придём. В общем, всегда. Мы всегда рады любым инициативам родителям. То есть любой совершенно родитель, где бы он ни жил, если он напишет нам письмо, скажет, давайте я расскажу свою историю, мы никогда её в помойку не отправим. Мы всегда её найдём, где использовать. Потому что опыт бесценен любой семье.